Дорогие друзья, поздравляю вас с Новым Годом! Желаю вам всех благ, удачи во всех ваших делах! Итак, кто же был сотворен в Рошашану? Мир или человек? Говорит Талмуд, что Адам Аришон, первый человек, был сотворен в Рошашану. Что мы учим из этого? Мы учим, что весь мир был сотворен ради человека. Человек стоит в центре творения. И все, что сделано, сделано для него. Есть интересная притча, как в одном городе был большой, огромный и очень-очень дорогой отель. Одна ночь сутки в этом отеле стоила 240 тысяч долларов. То есть это примерно 10 тысяч в час. Вы понимаете, это был очень-очень дорогой отель. И, естественно, там в этот отель приезжали только люди, которые могли, конечно, позволить себе остановиться в этом отеле. И вот однажды один богатый человек остановился в этом отеле на три дня. То есть вы понимаете, о чем идет речь. И сидя у своего бассейна, он так увидел случайно. Парень идет, и он увидел и узнал, что это его одноклассник, с кем он вырос. И он думает, слушай, этот парень точно не имеет денег быть сейчас в этом отеле. Он подходит к нему и говорит, слушай, а как ты сюда попал? Что ты, наверное, на 2-3 часа пришел сюда? То есть это очень дорогое удовольствие здесь быть? Этот парень повернулся к нему и говорит, ты знаешь, я здесь уже живу 3 года. И не только что, я живу здесь бесплатно. И не только бесплатно, мне еще платят, чтобы я здесь находился. Он говорит, знаешь, почему? Потому что я управляющий этого отеля, этой гостиницы. Дорогие друзья, в чем же эта притча? В чем, что она нам говорит? Мы все пришли в этот мир, и этот мир, он олицетворяет собой, как бы вот этот вот, как этот отель. Красивый, дорогой, в котором есть всего, много прекрасного. И вопрос, как мы пришли в этот мир? Мы пришли в этот мир, как гости, которые хотят получить удовольствие от этого мира? Или же мы пришли в этот мир, как менеджеры, как управляющие, которые пришли позаботиться об этом мире? Дорогие друзья, Рошаша на этот день, когда мы стоим перед Всевышним и должны задуматься, какая моя роль в этом мире? Какая моя задача? Какая моя функция? Если ты смотришь на себя, чтобы ты пришел в этот мир, только получить удовольствие, только получить и взять, и приобрести, только для своих личных целей, тогда ты гость. Но если ты пришел в этот мир, и смотришь на этот мир глазами, где ты можешь дать, где ты можешь поделиться, где ты можешь помочь, тогда ты управляющий. И тогда Бог дает тебе возможности во всем. У тебя есть и машина, и дом, и все благи этого мира бесплатно. Бесплатно Бог даст тебе их, эти благи еще доложит тебе, потому что ты смотришь на этот мир, как ты можешь помочь ему, как ты можешь управить этим миром. Я слышал, что говорит Марк Твейн, что у человека в жизни два самых важных дня. Первый – это день его рождения, а второй – это день, когда он понял, зачем он пришел в этот мир. Так Рошашана – это тот день, когда мы должны задуматься, зачем я здесь. Если Бог дал мне этот прекрасный мир, и сегодня решается вся моя судьба, и весь этот мир был сотворен ради меня, так что я могу сделать для этого прекрасного мира? Я хочу пожелать вам всем, Тиваве Хасима Това, чтобы все были записаны и запечатаны в книгу «Доброй и сладкой жизни». Субтитры создавал DimaTorzok